В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте! И в начале короткий анонс. Подделка в крупных масштабах. Об успешной операции ФСБ против группы фальшивоманейчиков расскажем через минуту. Все для удобства гостей. В Дагестане продолжается ремонт дорог, ведущих к главным туристическим объектам региона. Электронный помощник слепым и слабовидящим. О современных технологиях, применяемых в учебном центре Ихсан, смотрите в выпуске. Здесь раньше пекли хлеб, теперь куют золото. О том, как тренер-энтузиаст переделал домашнюю пекарню под спортзал для штангистов, и что из этого получилось, расскажем в спортивном блоке новостей. Оперативники ФСБ задержали фальшивоманейчиков, производивших подделки в крупных масштабах. Группа из двух десятков человек действовала в Ростовской области, Ингушетии и Дагестане. В ходе оперативных мероприятий были задержаны 9 человек. Изъяты поддельные банкноты и все оборудование. Возбуждены уголовные дела и идет следствие. Центр поддержки гражданских инициатив будет создан в Дагестане. Об этом сообщил Сергей Меликов на встрече с представителями благотворительных организаций. Его основная цель – повышение господдержки некоммерческих объединений, реализующих социально значимые проекты. По словам главы республики, без гражданского общества развитие городов невозможно. В частности, Меликов отметил, что старый образ зеленой интеллигентной Махачкалы постепенно уходит в прошлое из-за хаотичной застройки и отсутствия должного контроля в этой отрасли. А в первую очередь все говорят о том, что не хватает в этих городах общественных территорий, общественных пространств. Не хватает парков, не хватает скверов, не хватает аллеи. Наверное, это та востребованность, особенно у старшего поколения махачкалинцев, которые махачкалинцы застали в конце 60-х, 70-х годов, когда это был зеленый город с огромным количеством парков, набережных, скверов и других территорий, на которых сегодня уродливым образом, по-другому сказать не могу, стоят многоквартирные жилые дома, которые, к большому сожалению, и жилищные проблемы тоже не решили. В Дагестане продолжается реконструкция дорог, ведущих к популярным туристическим объектам. Об этом сообщает Министерство транспорта региона. В частности, работы начаты на автомобильном пути Аронизаиб. Маршрут очень востребованный ввиду того, что соединяет по наикрочайшему пути Хунзахские и Шамильские районы. На сегодняшний день здесь ведутся земляные работы под разработки скальных и нескальных пород. Идет подготовка основания. В дальнейшем планируется обустройство обочины и укладка асфальтобетонного покрытия. Ежедневно на объекте задействовано 22 единицы спецтехники и 37 специалистов. Завершение работы запланировано на конец 2024 года. Электронный помощник слепым и слабовидящим. В учебном центре ИХСАН команда исследователей из Москвы презентовали устройство, которое позволит незрячим и людям с нарушением зрения лучше адаптироваться в пространстве. Подробности в сюжете Хамзу Нурмагомедову. Чем ближе мы к какому-то препятствию, тем сильнее он будет вибрироваться. Маленький помощник в большом деле. Электронное устройство под названием Робин умеет определить, человек или предмет находится перед ним. Человек. Гаджет Робин. Это система, она такая умная камера, которую незрячий человек может носить с собой. И эта умная камера подсказывает ему о препятствиях впереди. Называет объекты, например, автобус, автомобиль, человек, стул, стол. Но вот в этой системе также есть функция распознавания лиц. То есть можно близкого человека занести и гаджет подскажет в наушник, кто находится впереди. А вот в электронный мячик смогут сыграть все. Он издает звук даже тогда, когда не находится в движении. Еще одно новшество – бесплатное приложение на телефон для слабовидящих. Для улучшения зрения под каждого можно настроить подходящие функции. Сам смартфон крепится на очки. Ух ты, я прям так хорошо вижу окно, как будто оно вот прям руку протянут и уже тут. С помощью него можно настроить индивидуально под каждого человека. То есть тут есть четыре разные функции. Это функция лупа, это увеличение картинки. А также уменьшение ее горизонтальной лупы, чтобы читать отдельную строчку в журнале, в книжке, в газете. Есть функция коррекции цвета. То есть в зависимости от патологии конкретного человека можно настроить, скажем так, приложение под себя. Новые технологии презентовали в учебном центре для слепых ИХСАН. Свои изобретения показали сотрудники московской лаборатории СенсорТех. В настоящее время они также разрабатывают нейроимплант. Он призван помочь вернуть зрение слепым. Система, которая поможет незрячим снова видеть, у нас она называется нейроимплант Элвис. И это медицинское устройство, которое позволяет соединить камеру со зрительной корой головного мозга. Это звучит сложно, но по факту мы делаем так, чтобы можно было к камеру подключить головному мозгу и передавать изображение напрямую в мозг. И сейчас мы на той стадии, когда мы тестируем эту технологию на животных. Это обязательно регламентированный этап. И через несколько лет уже планируем перейти к так называемым клиническим испытаниям. Это когда приглашаются уже незрячие добровольцы. И им впервые такую систему можно будет поставить. Эти электронные помощники, конечно же, не бесплатные. Например, Робин стоит порядка 70 тысяч рублей. Их приобрести обычно помогают благотворительные фонды. Но уже с 1 марта устройство Робин можно будет получить бесплатно и в органах соцзащиты. Ну, мне понравился Робин. Достаточно удобное устройство. Не усложнить, а упростить задачу. Потому что, когда катаешься, очень трудно затормозить. Сразу как услышал стоп. А тут он уже заранее предупреждает человек. Ну, или там еще что-нибудь. Хамзанур Магмедов, Алясхаб Магмедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Губернатор сирийской провинции Латакия выразил благодарность Сергею Меликову и муфтию-шеху Ахмаду Афанди за поддержку. Он также передал слова признательности всему дагестанскому народу, который откликнулся на акцию фонда Инсан и принял участие в помощи пострадавшим от землетрясения жителям Сирии. Напомним, жители провинции Латакия накануне получили от фонда Инсан продукты, одежду и медикаменты. Раздача гуманитарного груза прошла на местном стадионе «Басль». Герои спецоперации. В историческом парке «Россия. Моя история» открылась мультимедийная выставка. Экспозиция в доступной форме знакомит с бойцами, отличившимися на СВО, но в целом повествует о страницах современной истории. Здесь есть и подробная информация о боях в городах Чернобыль, Мариуполь и Гастомель. 20 графических новелл – это иллюстрация с текстом в самой картинке. Немалое внимание здесь уделено и подвигу героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Выставка создавалась совместно с энергией и обществом знания. Выставка специально создана в стиле графической новеллы, чтобы быть ближе и понятнее школьникам, ученикам 5-11 классов. Цель у выставки – подчеркнуть, что супергерои – это не только мифические или сказочные герои, что супергерои среди нас – это герои спецоперации, люди, которые своим примером подают, можно сказать, являются такими ролевыми моделями. Каким должен быть настоящий человек, который ценит свою родину, любит свою страну и хочет быть ей полезной. Безусловно, более запоминающийся подвиг – это подвиг нашего героя, нашего земляка Нурмагомеда Гаджимагомедова, который как раз таки является первым героем Российской Федерации во время специальной военной операции. И то, что он решил пожертвовать собой, своей жизнью по благо спасения своих товарищей, подорвать себя и нацистов, которые находились поблизости от него – это, конечно, многого стоит. Посетить выставку может любой желающий бесплатно, а продлится она до 15 апреля. Среди махачкалинских подписчиков газеты «Ас-Салам» разыграли три путевки на Малый Хадж Умра. Акция прошла в рамках мероприятия «Мы ждем тебя, Рамадан» в центральной джума-мечети столицы. Цель сегодняшнего мероприятия была, чтобы, скажем так, уже подтолкнуть наших братьев и сестер к тому, чтобы они начали уже усердно готовиться к месту Рамадан, так как в преддверии Рамадана у каждого у нас бывает хлопот. Иногда мы забываем подготовиться к месту Рамадан и встречаем его в каких-то мирских хлопотах. Напомню нашим братьям и сестрам, что нужно готовиться не только со стороны еды и так далее, но и духовно нужно подготовиться к началу месяца Рамадана. Во время маджлиса также показали видеоролик о том, как готовится очередной номер газеты «Ас-Салам» и театрализованную сценку о пользе издания. Я не только приумножил свои знания в религии, но нашел очень много статей на страницах этой категории о здоровом образе жизни. Победители путевки на святые земли Мекки и Медина определяли путем жеребьевки по номерам, которые были розданы читателям при подписке газеты. «Уважаемый брат, центральная джамма мечети вот сейчас прямо проходит маджлис, на котором вытащили купон с вашим именем. Я хочу от всего джамма мечети, которая сидит, поздравить вас с тем, что вы стали обладателем путевки на Умра. Наши издания несет добро. Просто мы хотим донести до людей в первую очередь те знания, которые необходимы нам для нашей веры, религиозные знания. Остальное, конечно, это любая другая полезная информация, которая необходима каждому человеку, вне зависимости от веры, возраста, мужчины, женщины, ребенка, разных сентябрячей. И в заключение о спорте. Домашний спортзал. Штангисты из села Бамат-Бекюрт Хасавюртовского района завоевывают медали первенств России, занимаясь в стенах частного дома. К своим соревнованиям тяжелоатлеты готовятся в комнате 5 на 6. О том, как устроен тренировочный процесс и какие цели перед собой ставят юные спортсмены, узнавал Курбан Рагимов. Чемпионов по тяжелой атлетике в селе Бамат-Бекюрт Хасавюртовского района растят прямо в стенах частного дома. Чтобы попасть в спортзал, надо пройти через кухню. Именно из этого небольшого помещения в феврале вышло два победителя от первенства России. Раньше здесь пекли хлеб, теперь куют золото. Площадь комнаты около 30 квадратов, причем ее расширили вдвое только недавно. В прошлом это помещение – пекарня матери Мансура Эль-Мурзаева. Он оборудовал этот зал для себя, а потом сюда стали проситься племянники и соседи. Регулярные двухразовые тренировки и большая любовь к тяжелой атлетике дали свои плоды. И я начал по чуть-чуть их тренировать, особо не грузил, как игра. И потом уже потихоньку у нас с результатами пошли. У меня племянник Боисар вели, он сказал, я хочу уиграть Россию, я хочу уиграть мир. Я говорю, для этого очень много надо тренировать. Он говорит, я готов, давай, давай, давай. Ему тогда было всего 10 лет. Вот это было самое-самое сложное решение, конечно. Их много тренировать, маленький ребенок, 10 лет, 2 тренировки в день, где штангу все боятся, спину поломаешь, то поломаешь. И вот когда мы начали тренироваться, 2 тренировки, его родители пошли навстречу. Но многие, и родственники Боисара, и соседи, и все, 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 там пальцем показывали, что за дураки, какая штанга, что за нагрузки там. Всего учеников 18, они вынуждены заниматься в разное время. Лидер этой команды 15-летний Боисар Белиев. Вот уже четвертый год он привозит медали со всероссийских соревнований. Становился призером первенства Европы. Белиев, как и любой другой штангист, мечтает о больших победах на взрослом помосте. Хочу выиграть Олимпиаду в 2028 году. В многих видах спорта тренировался, борьбой тоже, так, вон, бокс. Ну, именно в тяжелой атлетике понравилось, дальше пошел в этом спорте. В день два-три раза тренируюсь, стою, иду на тренировку, прихожу, кушаю, ложусь спать, отдыхаю. Потом стою обратно на тренировку, потом прихожу, отдыхаю, еще раз на тренировку. То есть весь твой день связан именно с тренировками, получается? Если к успехам Буайсара Белиева здесь уже привыкли, то Ислам Абакаров превзошел все ожидания. В тяжелой атлетике он чуть больше года. За короткий срок юноша с базой борьбы смог адаптироваться в новой для себя дисциплине. В феврале Абакаров впервые выехал за пределы республики и принес своему залу еще одно золото первенства России. Было волнение, была первая Россия, были большие надежды, но я не мог их огорчить, своего президента, тренера. И там тоже, я уже опыт был у меня, видел, как мои товарищи выступают, уже был готов к этому. Да, мы стремились попасть на мир, но, к сожалению, не знаю, не допустили нас. В целом, дальше просто, не знаю, даже подождать, тренироваться дальше, стать сильнее, еще, может, через год, может быть, пустят и там показать свои результаты. Домашний спортзал Мансура Эль-Мурзаева пока не вмещает всех желающих, но переходить на новое место тренер не торопится. Он верит, именно в этих сценах ему однажды удастся воспитать чемпиона мира. Я мечтаю, очень хочу построить у нас в поселке зал, это моя главная мечта, но здесь и сейчас у меня все условия, все, что мне надо, чтобы тренироваться. Именно из этого зала хотел бы вырасти чемпиона мира, вот к этому я очень сильно стремлюсь, это моя главная цель на данный момент. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Баммадбекюрт, Хасавюртовский район. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите новости ННТ также в нашем телеграм-канале и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова